Дорогие друзья, всем привет! Недавно я делал для вас обзор на игру Лупхиро, которая мне очень понравилась, поэтому сегодня я решил подготовить для вас фишечки, которые вам пригодятся для того, чтобы комфортно играть в игру и получить максимальное удовольствие. Поехали! Важной особенностью игры является то, что кроме тех юнитов, которые мы строим сами, также есть юниты, которые появляются без нашего ведома. Например, если мы строим 10 лес, на карте появляется вот такая локация, которая называется деревня. Но в отличие от обычной деревни, в которой можно неплохо исцелиться, в этой деревне спавлятся тренировочные манекены, которые очень опасны, особенно для плута, потому что они имеют сильные шипы, и, соответственно, плут, избивая их, может получить существенный урон. Также немаловажно, что если построить возле них пшеничные поля, то они будут не обычные поля, а заросшее поле. В таких полях, кроме пугала, на всех пустых клетках спавнятся клинки. Очень опасный противник. Если говорить про скалы, то каждая из них дает здоровье. Если мы объединяем их в 9 вместе, они превращаются в горный пик, который приводит к тому, что у нас на карте постоянно спавнится гарпия. Но также за каждые 10 гор или скал спавнится лагерь гоблинов, которые очень опасны за счет своей скорости при смерти своего союзника, поэтому нужно всегда следить, где они появились. А если возле гоблиновского лагеря построить еще и болото, то будут появляться лучники, которых даже нельзя будет убить. Они просто будут настреливать нашу партию. Есть очень хороший способ бороться с вампирами и комарами. Дело в том, что если мы ставим особняк вампиров возле этих болот, то, нападая на противника, мы получаем врагов, которые сами себя убивают от нас. Очень удобно, особенно если мы играем за коем-нибудь героя, которые не имеют вампиризма. Также очень важно следить, что за каждую вторую деревню на карте спавнится бандитский лагерь. Эти лагеря спавнят бандитов, которые могут выбить вещи из героя, поэтому при любой возможности, если вы дрожите своими вещами, лучше их уничтожать. И очень важный момент. Если мы строим лук в каком-то месте, он исцеляет две жизни. Если мы строим его рядышком, ничего не меняется. Но если мы строим его возле другого ресурса, то он превращается в цветущий лук и дает три жизни в день. Это очень хороший бонус. Поэтому при необходимости имеет смысл чередовать, например, луга с лесом. В угле есть весьма полезная локация, которая называется поле битвы. Она генерирует сундуки. Но очень важно отметить, что их важно размещать на определенном расстоянии между собой. Потому что если поставить их рядом, земля превращается в путь крови. Здесь генерируются сильные противники. Таким образом в этих локациях будут появляться и сундуки, и сгустки крови. Кроме того, они еще и смогут стать призраками, поэтому можно очень сильно напороться на это. И важно также отметить, что желательно сундуки располагать после костра. Потому что костер это новый круг, новые предметы более сильного качества. Потому что если расположить их вот здесь, то буквально пройдя пару вещей, они уже будут подсутины немножечко устаревшими. Важное и особенное знание казна заключается в том, что когда мы его достраиваем полностью, мы получаем бонусы. Получаем ресурсы, получаем вещи. При этом качество вещей привязано к моменту, когда мы закрываем этот круг. Поэтому есть смысл убежать его до самого конца. Соответственно, первым мы сейчас используем. Раз. Два. Трис. И вот для финального этапа мы можем получить какие-то очень полезные вещи, которые могут впоследствии нас спасти. Немаловажной особенностью является функция убежать из боя. То есть мы зажимаем эту кнопку, можем убежать из боя на базе. Причем это работает даже если мы нападаем на босса. Как это выглядит. Падая на ячейку с боссом, нам предлагают уступить. Если мы остаемся, ее сражение с боссом, соответственно, мы можем испытать свои силы. Также важно отметить, что если построить гарнизон прямо возле босса, то гарнизон будет нам помогать на сайтном сражении. Это может очень сильно помочь в определенных ситуациях, поэтому этим не нужно пренебрегать. Важно отметить такое здание на базе, как столовая. Дело в том, что оно усиливает эффект костра. Кроме того, на последнем уровне оно также позволяет охитеряться перед боссом. Это очень важная функция, поскольку очень часто на последних кругах как раз обычные юниты наносят кучу урона, и с боссом не получается сразиться на полных жизнях. Особенностью некроманта является то, что он вызывает скелетов. При этом скорость атаки влияет на скорость вызова скелетов, и учитывая, что эти скелеты являются живым щитом для самого некроманта, то по сути увеличение скорости атаки для некроманта является одним из лучших защитных механизмов. Интересной особенностью является то, что если мы возле деревни обычной поставим особняк вампиров, то деревня превращается в разоренную деревню, где появляются гули. Если мы уйдем этих гули 3 круга подряд, деревня улучшится. Лучшенная версия деревни дает и очень крутой хил, и более сильные награды за здание, поэтому прям это очень хороший бонус. Причем такой эффект будет работать, даже если мы сразу же сформаем особняк вампиров. При постройке на базе разведцентра и литейного цеха мы получаем здание арсенал, которое является одним из самых важных для плута. Дело в том, что это здание открывает доступ к ячейке. Плута это ячейка амулета, воина это ячейка шлема, некроманта это ячейка щита. Важно отметить, что арсенал понижает качество приветов, которые мы получаем в забеге, но у плута мы получаем вещи не сразу же, а после круга, поэтому по сути на него это не имеет никакого негативного эффекта. И по итогу мы получаем, что плут получает колоссальную живучесть, потому что это дает магическое здоровье, как магический щит, который защищает нас в каждом бою. И кроме того, это не дает никаких минусов совершенно, что очень-очень круто. В игре есть интересный эффект. Лес можно сжечь. Так он дает 11% скорости атаки, чаще дает 2%. Если же мы сжигаем лес, то вместо этого бонуса мы получаем 0,5 магического урона. Тот же эффект мы получим, если сожжем чаще, но чаще дает целых 2%, что очень выгодно. Поэтому имеет смысл, например, перегнать лес в урон, в то же время чаще оставить для скорости атаки, таким образом получить очень хороший буст по урону для героя. Все это делается при помощи здания, которое называется Храм Молний. В игре есть такая локация роща, вот из него можно построить кровавую рощу, которая будет сжирать противников. Что интересно, если мы удалим при этом рощу саму, то здание превращается в голодную рощу, которая мало того, что съедает врагов, у которых менее 20% жизни, то есть так было 15%, кроме того, оно наносит урон герою. Соответственно, это может быть полезно в определенных ситуациях. Аналогичного эффекта можно достигнуть, если две рощи построить рядышком. Нужно быть очень осторожным с таким зданием, как руины. Но дают хорошие бонусы. Тут спавнятся не очень сильные противники, если драться с ними в ближнем бою. Но, если, например, спавнится где-нибудь такой вот слезняк, или появится гарпия, или кто-то еще, то мы рискуем очень сильно, потому что мы нападаем на противника, мы попадаем в такую ситуацию, когда нас обстреливают куча-куча врагов. Поэтому нужно быть очень осторожным с этим. На этом я хотел бы закончить. На самом деле в игре есть много фишечек. Если вы найдете какие-то еще интересные фишечки, пожалуйста, пишите в комментарии. Я выделю для вас те, которые лично мне очень сильно помогают в игре, которые я считаю очень полезными, поэтому надеюсь, что они вам помогли. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь обязательно. Я вам планирую показывать еще очень много всего интересного, поэтому жду вас новых видео. До скорых встреч. Это был Зомби Вегас. Пока-пока.